Телеканал Трофей выясняет, что на что клюет. Ну вот мы и перешли во вторую часть Абалонской набережной. Здесь, друзья, немножко другая ситуация. Здесь, здесь, вымазки делают собственноручно. Строят, как говорят, всего лишь за три часа можно выстроить нормальную вымазку. И с нее ловить рыбу. Вот мы очень счастливая съемочная группа. Вот, посмотри, Кирюха опять поймали рыбку. Телеканал Трофей выясняет, что на что клюет. Здравствуйте. Телеканал Трофей. Знаю, это клюет. Смотрите? Да. На что у вас клюет? Я знаю ваш ответ. Пока ни на что. Он нас ни на что не клюет. Я прям вот как чувствовал. Ну вот хорошо. Что у вас сейчас на крючке? Опарыш. Опарыш, да? Сколько штук? Один. Один, да? То есть вы, в принципе, не на крупную, так пока по мелочи. Нет, дело в том, что здесь абсолютно все равно. Будет у тебя два парыша или один. Идет на любое количество, да? А чулочком одеваете или как? Нет, в смысле как? Одевается как красного черева. Ну и что у вас клюет вот на это место? Ну, в основном плотва, потом подлящики. Вот так близко подходит, да, подлящики? Ну, очень близко совсем. Вот. И, ну, хищник, очень-очень много хищник. Хищника много? Очень много. А какой? Он просто замучил. Окунь очень крупный. Судак и щуков. Здесь вот трава вот эта. Вот эта трава. То есть вы можете посоветовать сюда приходить, в принципе, с панилистом на... Нет, не посоветовать. Почему? Вы же это наше место, да? Замучивает. А фидер ваш там стоит? Да. Да? А что там? Ну, там стоит мастерка и стоит опарыш. Опарыш, да? И дальность какая заброска? Ну, здесь смысла далеко видать. Это здесь фарватер, вот он, буквально. А, сразу глубина, да? Сюда очень большие корабли заходят туда, в залив, да. Поэтому здесь метров тридцать вполне хватает. Ага, ясно. Ну, не хвостаньте шеи, Иван. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Передача «Что на что клюет?» Мы, в принципе, эти вопросы и задаем вам. А вы в проводку сейчас ловите, да? Да, да. Да? Ага, в проводку. Ого, какая глубина у вас. На перловку. На перловочку? И что у вас на перловочку в проводку клюет? Ничего пока хлопки не клюет. Ну, обычно планируете, что снимаете? Это верховодочка. Верховодочка? На живца, да? На живца верховодочка. А так плотвичка клюет. Клюет плотвичка, да? Да. А на фидере у вас что? На спине? Нет, это на живца стоит у меня. На живца, да? На живца. Сегодня что-то было на живца? Нет, не было ничего. А вот у меня интересует вопрос на конструкцию вашего производства, или это вы, так сказать, именно вымазка? Да. Сами сделали? Да, я сам плиты эти натаскал. То есть это какое-то время, количество времени заняло? Вот сколько вы строили вот эту вымазку? Ну, где-то часа три, наверное. А, то есть вы за часа три ее сделали? Я думал, вы ее месяца два-три строили. Да, ну зачем же? А когда хлебачить? Ну, не хвостань чешуи вам. Всего доброго. Спасибо. Доброе утро. Не помешаем вам? Вот мы, кстати, можно сразу на вашу яснасть посмотрим? Пока вы не забросили. Самодельная? Да. Прям вот все. Ну, понятно, свинец по-любому сам. А, подождите, это у вас такая интересная еще форма? Это сам делаю тоже. Тоже сами делаете, да? Да, чтобы поднималась. Как поднималась? Ну, когда тянешь, она как лодочка всплывает. А, я понял, я понял. То есть она помогает еще, подтягивает сна? Да, вверх, да. Ага, подождите, а что забиваете? Пружинка. Сами варить? Да, сами. Сами варить. И пухи, да? И пухи, да. И какой вкус у них? Медовый. Медовый, да? Идет на медовый, да? Идет. Шнурочек, да? Что-то... Леской не пользуетесь? Везде шнурок или только леска? Шнурок, да. Шнурок, да, везде? Да. И что идет у вас на этих приманках? Лотва, подлящик, да. Иногда ляжь попадается. Я, кстати, вот никогда не видел, чтобы вот так вот удилище ставили. Вы прям, наверное, как строитель небоскребов. У вас самая высокая снасть такая. Ну, ну, заметнее. Ну да, заметнее, согласен с вами. Да. А уловчик есть у вас какой-то? Да, там три штучки есть. Садок есть. Да? Да. А самая большая рыбка, которую ловили здесь? Здесь щука была 2,850. Ого, норма. Судак двухколооромовый. То есть хищничек тут в порядке такой, да? И тоже вот оттуда с расстояния или где-то здесь там берега поближе? Ну, здесь вот под берегом. Ну, она просто попалась, рыбка схватила, ну, наживка, а потом щука. Ну, тогда не хвастаньте шеевом и везение. Спасибо. Всего доброго. У нас к вам два вопроса. У нас, в принципе, также и передача называется. Что на что клюет? Вот на что у вас клюет? У нас клюет. Пока только одну поймал. Ну, на белого. На белого червя, да? У вас там снать какая? Стандартная фидерная. Фидерная, да? С паттерностером? Да, да. Не, не паттерностер, у меня отводик. А, отводик, да. Сами делаете или покупные? Да, пластиковые покупаю. Пластиковые, да? И какой вес у них? Ну, 80-ка, сотка. А, то есть такие хорошие веса, да? Да, течение, он уже зацепился, сносит. Ага. Хотя я бросал клюет. И что клюет? Пока что мелочь. Мелочь? Ну, а вообще, вы же не первый раз здесь? Я здесь первый раз. Здесь первый раз? Я с первый раз, да, это знакомый посоветовал. Я понял. А где ловите до этого? Десна. Десна, да? Десна, да, Киевская. Днепр. Ага, я понял. Ну, а планируете что ловить? Вы же, наверное, на что-то... В вещах учиться, по-моему. В вещах, да. Мы его называем мистер лещ. Всего доброго. Не хвастаньте швивым. Здравствуйте. Здравствуйте. Телеканал Трофей. Передача «Что на что клюет». Что на что клюет? Да, вот мы поэтому... Что на червя клюет? На червя? На какого? А ну-ка, давайте, я подержу хоть в руках чужой улов. Ой. Это сенец у нас, да? Да, сенец. За нижнюю губу, вот посмотрите, за нижнюю губу по правилам. То есть поводок, длина поводка выбрана правильно. Все по классике. За краешек губы. И червяка, соответственно, съела. То есть и покормили, и поймали. Ну, конечно, вот еще. Можно посмотреть. Это собственное производство или покупное? Бигуди. И что вы заправляете в Бигуди? Горох. Горох, семечки, да? Да, семечки, да, получается, макуха. И какая по счету эта рыбка? Десятых уже? Может быть больше. И все как одна, да? Ну да. Хотите посмотреть? Хотелось бы. О, плотвичка, да, есть? Плотвичка такая хорошая. Секрой, что ли? Да нет, она уже отнивестилась. А ты уже отнивестилась, да? Что вы посоветуете вот рыболовам конкретно вот на этом месте? Как накормишь, накисловишь. Ясно. Ну, не хвостаньте шуевом. Всего доброго. Телеканал Трофей выясняет. Что на что клюет.